Вот смотрите, видите, теперь уже большая группа подошла. Их, ого, ого, смотрите, сколько. Россия раз, Россия два. А чего вы вдвоем? Две России? Разделились уже? Почему Украина все-таки приняла решение вернуться в ПСЭ? Потому что нельзя оставлять ПСЭ, чтобы только здесь были российские пропагандисты. Нельзя оставлять ПСЭ, чтобы здесь был только Толстой и Слуцкий. Нельзя оставлять ПСЭ. Поэтому здесь нужно вести работу и рассказывать правду. Для этого мы вернулись в ПСЭ и все правду о России расскажем. И вот это вас, конечно, больше всего и пугает. Поэтому вы бегаете тут с камерами. А цель российской делегации всем прекрасно известна. Это обслуживать интересы вашего Гитлера Путина, фюрера вашего, который захватил территорию других стран, убивает людей тысячами, в том числе убивает своих же россиян и грабит их. Еще и грабит их с утра до вечера. Вы вместо этого знаете, хотите, я вам хороший совет. Вы подъедьте в Париж и снимите дом, где живет семья Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро. Очень хорошая в 16 округе. Это недалеко от Страсбурга. Подъедьте, покажите россиянам, им будет интересно. А еще покажите россиянам, вот интересно, где дом Слуцкого и Толстого. Им тоже это будет интересно. Покажите россиянам дом Соловьева на озере Кома, который они награбили деньги у россиян, обычных россиян. Рассказываем про страшную Украину, про ЦРУ, про нацистов и все остальное. А слышали ли вы про инициативу, с которой Россия приехала сюда по поводу русского языка на Украине? Что вы считаете? Вы считаете, нет никакого притеснения русского языка на Украине? Вы понимаете, даже отвечать на идиотские вопросы, какое притеснение российского языка? Сегодня русскоязычные люди воюют на Востоке с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Я знаю больше стихов русских поэтов, чем Слуцкий, поверьте мне. И мне не надо рассказывать, как родину любить. И не нужно прикрываться языком. Нам не нужна ваша защита. И никаким русскоязычным ваша защита не нужна. Я русскоязычный. Родился и вырос в Одессе. И мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я, людей под эгидой того, что вы защищаете язык. Вот что вы делаете. Поэтому вы бандиты и убийцы. К сожалению. Ну не вы лично. А вы пропагандисты, которые их обслуживают. И вам должно быть стыдно. Я хочу вам сказать, что в определенном круяда будете гореть и вы. Потому что вы все это прикрываете. Когда вашу страну грабят. Когда у ваших детей ходят в туалет на улице. А в это время они себе строят дворцы. Вы в это время бегаете здесь за 30 серебряников. И задаете вопросы Украине какие-то. И украинской делегации. И если вы настоящие журналисты, я вам скажу адреса, куда подъехать, показать. Как живут ваши вот эти негодяи за то, что обслуживают путинский режим. Все. До свидания.